здравствуйте вас приветствует центр экстремального туризма сиал инструктор по выживанию примак роман сегодня мы с вами научимся погружаться в гроты у нас щель грот на задержке дыхания научимся спокойно медленно заплывать возьмем фонарик мы его загинетизировали 3-4 минутки подышим медленно спокойно чтобы насытить кровь кислородом ну и чтоб кровь пришла ко всем нашим тканям органам все наши мышцы ну и чтобы нам хватило задержки дыхания минутки на две две с половиной чтобы медленно спокойно зашли в грот будем искать воздушные мешки чтоб пополнить запас кислорода если не найдем вы возвращаться спокойно тихонечко обратно плавно без суеты попробуем может быть когда то мы увидимся с тобой дыши со мной одержу и тени мы танцуем под водой дыши со мной может быть когда то мы увидимся с тобой дыши 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 в Дыши со мной, отлежай, летит милый, танцуй, дай, 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 дыши со мной, может быть, когда-то мы увидимся с тобой, дыши, дыши. Ну, в принципе, вот мы грот прошли, ну, воздушный мешок, ну, длина 15-18 метров, глубина метра три, ну, воздушный мешок достаточно большой, ну, человека 4-5 может сюда заплыть, по очереди, конечно, ну, и здесь уже могут все вместе находиться, дышать, пополнять свои запасы кислорода. Хорошо то, что грот имеет мягкие стенки, вот они, мягкий известняк, и дно, щебень, галька, достаточно мягенькие породы, хорошо оно высверлило большой такой гладкий грот. На дне отсутствует глина, отсутствует ил, хорошо, муть не поднимается, вода прозрачная, ну, все видно, не царапаются камни. Ну, и рядышком, вот у нас есть грот, он засыпан илом, глиной, и в него, когда заплываешь, очень сильно муть поднимается, так, что даже не видно выхода, и очень опасно, как бы, заныривать, нужно на ощупь выбираться. В данном гроте очень хорошо тренироваться, задерживать дыхание, ориентироваться в темноте, бороться с клаустрофобией, воспитывать и тренировать свою способность организма, противодействуя таким вот фобиям, как замкнутое пространство, отсутствие воздуха, ну, тренировки. Многие для этого существуют правила поведения под водой в замкнутых пространствах, в затопленных объектах, в тех, которые затапливаются, ну, неважно, это может быть корабль, самолет упал в воду, троллейбус упал в воду с моста или трамвай, и надо, как бы, уметь бороться за свою жизнь. То есть, на задержке дыхания выбираться спасательному воздушному пространству, то есть, или выбираться через какие-то люки, окна и так далее, и тому подобное, бороться, в общем, за свою жизнь, ну, и спасать своих родных и близких. Сейчас будем выплывать. Ну, и опять, перед тем, как выплывать, надо насыщать свой организм кислородом. То есть, минутки три медленно дышим и медленно выдыхаем. Насыщаем организм кислородом, кровь насыщаем свой кислородом, чтобы спокойно, мягко выйти. Дыши со мной, может быть, когда-то мы увидимся с тобой. Дыши со мной, отражая тени, мы танцуем по водой. Дыши со мной, может быть, когда-то мы увидимся с тобой. Дыши со мной, отражая тени, мы танцуем по водой. Дыши со мной, отражая тени, мы танцуем по водой. Ну, в принципе, не особо сложно выбираться на солнце всегда легко. Мы видим солнечный свет вдали, и поэтому намного проще из пещеры или из грота выплывать на солнечный воздух, чем туда заныривать в темноту. Ну, и психологически легче. Ну, и легче тем, что глаза уже видят свет. А когда мы с улицы, наоборот, заплываем в пещеру, зрачки наши еще пока не привыкли к темноте. Ну, и достаточно сложно увидеть, что-то в темноте разглядеть. Ну, фонарь помогает. Ну, и потихонечку зрачки расширяются, готовы что-то воспринимать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok